Родители Елены Воробьёвой – сотрудники органов внутренних дел, поэтому перед девушкой никогда не стояла проблема выбора профессии. На службу Елена пришла 17 лет назад, её сразу определили в отдел кадров. И ещё не было ни одного дня, чтобы девушка задумалась о смене работы. Таких настоящих, искренних, добрых, отзывчивых людей, как в органах, нет нигде. Во все времена на кадровиков возлагались обязанности не только по приему и подбору кадров, но и по воспитанию, обучению, профессиональной подготовке действующих сотрудников. Но люди этой профессии не переживают, что работы много. Больше всего их беспокоит, что не хватит времени на каждого сотрудника. Их много, у всех есть проблемы. Каждый приходит, кто с личными проблемами какими-то, кто со служебными. И всем хочется помочь. И, конечно, разорваться порой бывает очень сложно. Поздравляют в этот день и ветеранов. С особым теплом вспоминают Ивана Тихоновича Шкурченко. Человека, который всегда приходил на помощь коллегам и мог превратить обычный рабочий день отдела кадров в маленький праздник. Это замполит в прошлом. Это человек с большой буквы, который очень много сделал не только для ОВД в целом. Именно благодаря его усилиям был создан музей, благодаря его усилиям были изданы две книги. И благодаря этому человеку очень много ветеранов продолжали и продолжают общаться именно с нами, то есть с сотрудниками действующими. Кадровое подразделение существует с первого дня основания системы МВД и до сих пор занимает особое место среди других структурных подразделений. От всей души поздравляю всех ветеранов органов внутренних дел, кадровых работников, кадровых сотрудников, федерально-государственных служащих, действующих сотрудников. С этим праздником желаю вам здоровья, благополучия, бодрости духа, любви к своей работе. И всего-то вам самого наилучшего. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.